приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про огнеметные танки праздничный ангар новая колесная ветка продление скидки в общем с нее и начнем с этой самой скидки 29 процентов скидка на все товары в рублях в прем магазине продлевается до 17 мая так что еще даже больше месяца можно пользоваться этой скидкой и у меня было такое изначально ощущение что это какой-то тест этой скидки чтобы оставить ее навсегда что ли я не знаю но у меня такое ощущение я может у себя в голове это придумал мне кажется что может быть разработчики просто смотрят эта скидка норм зайдет или нет если да то она останется но у меня такое ощущение складывается так еще и на товары за белорусские рубли тоже скидка 10 процентов добавилась у них скидка меньше потому что у них изначально товары дешевле второй общий тест огнеметные танки праздничный ангар он так и называется что касаемо огнеметных танков добавили два танка 2 уровня по ходу и 8 но как на тесте тестировать второй уровень я не знаю даже есть сомнения как тестировать восьмой уровень обычно на тесте ниже 10 вряд ли когда-то спускаются но может быть 9 8 уровень еще как-нибудь но это очень проблематично что-то потестировать на тесте кроме десяток может быть на тесте онлайн будет больше поскольку туда добавили задачи с наградами на основных серверах то есть вы на тесте поделаете задачки на основу вам приедут награды это должно повысить желание поучаствовать в тесте но там всегда людей немного а задание суть в них в том чтобы попасть пять раз в топ-10 10 раз в топ-10 и 15 раз топ-10 видимо разработчики хотят чтобы мы на тесте сыграли хотя бы 30 боев я-то в принципе сыграю но сколько людей захотят прийти за этими наградами а точнее захотят качать клиент неизвестно посмотрим мне кажется может быть прям дней надо было чуть больше накинуть чтобы люди захотели туда пойти больше чем один день ну допустим 5 я думаю что за пять дней бы танкисты бы побежали сломя голову за один день лень может победить но посмотрим может быть танкисты за одним днем полезут туда и одним резервом теперь возвращаемся к нашим огнеметным танкам разработчики готовы поделиться с нами информацией о новой механике в мире танков танки поддержки ближнего боя о которых рассказывали ранее ну конечно же это огнеметные танки огнеметная механика две машины xt-130 сау второго уровня и объект 156 о или 0 или о это сау восьмого уровня обе машины отнесены к классу сау из-за возможных ошибок в работе балансировщика их нельзя добавить как новый класс но было бы странно что новый класс техники состоит из двух танков балансировщик явно будет в шоке итак как же работает эта новая механика огнеметных танков механика стрельбы позволяет поражать цели за небольшими препятствиями и вести стрельбу на короткое расстояние мне сразу же это не нравится есть некоторый класс техники которые уже за препятствие наносит урон кайфа от этого нет еще одно чудо-юдо наносит урон за препятствие маленькое знаю эти маленькие препятствия при попадании в противника нанесения урона не зависит от показания бронепробития огнеметная смесь снимает очки прочности в момент соприкосновения с основной броней танка нанесенный урон напрямую зависит от толщины брони куда попала не смесь именно это делает огнеметные танки опасными для легкобронированной техники и наоборот слабоэффективными против тяжелобронированных целей огнеметный танк объект 156 премиум самоходная огнеметная установка 8 уровня ее главная особенность использование автоматического порохового огнемета в качестве основного вооружения благодаря крепкой лобовой брони объект 156 может выступать в качестве основной силы прорыва штурмовых действий группы эта машина предлагает следующий тактик двигаться за тяжелыми танками союзников полномерно оказывая огневую поддержку по подавлению вражеской обороны и вынуждая танки противника покинуть укрытие и поскольку это сау они будут в бою заменять арту и балансится напротив арты если огнеметный танк заменит артиллерию может быть станет веселее в бою а может и нет посмотрим короче дальность огнеметания 150 метров расход огнесмеси в залпе 10 литров время дезориентации 12 секунд скорость полета огнеметной струи 80 метров в секунду у огнеметного танка 2 уровня там циферки поскоромнее пукают он всего лишь на 100 метров скорость струи 60 не но это наверное мечта артоводов чтобы оглушением поливать прям как со струи это наверное то что надо в общем тестеры посмотрит на этот танчик будет все понятно на что оно похоже также на общий тест добавят новый праздничный ангар под 9 мая день победы один из главных праздников в игре мир танков и в этот раз к празднованию 80-летия победы сталинградской битвы сделали такой вот ангар красивый в ангаре можно видеть как выглядит мамаев курган я там один раз был это невероятное место ну и последняя новость про которую мы еще не поговорили это колесная ветка средних танков британии и тестируются прям танк 8 уровня конечно же куда без него сразу прям танк видим что в динамике этот танк уступает колесником поскольку колесники французские это легкие танки а британские это с тэшки также пробитие основным снарядом 218 на восьмом уровне 252 специальным снарядом альфа 360 пробитие фугасом повышенного никакого нет 50 миллиметров точности сведения очень хорошие 033 точность 21 сведения про стабилизацию ничего не сказано будет очень печально если она плохая орудие вниз опускается на 8 радусов это такой более-менее приемлемый результат но мало бы быть и получше максималка вперед 60 назад 30 удельная мощность 23 брони нет вообще 18 миллиметров это самое толстая что в танке есть обзор 390 также танк я так понимаю не будет также быстро разворачиваться на месте как колесная lt и как на коридорных картах на этой барже играть я не знаю будет очень сложно особенно если она не быстро разворачиваться тяжело он будет на ней в общем ездить и управлять и на колесники то сложно что то есть сомнения что эта ветка будет пользоваться большой популярностью но посмотрим такой жопа более как от колесников лт шаг я думаю не будет но вы свое мнение можете написать в комментариях про новости которые я вам рассказал с вам был арчи карать красиво всем удачи пока и и Продолжение следует... Продолжение следует...